МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале Антона 7, студия Алла Аксенова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Областная смета. Соглашаться с одним параметром нельзя. Почему региональный бюджет на 2017-е назвали хуже некуда? Свежая кровь. Ребята, которые здесь представлены, далеко не все ребята без опыта. Зачем молодые актеры Тюза завели аккаунт от Элла? Икона 21 века. Руками иконописца двигает ангел. То есть это все от Бога. Как выглядят современные святые образа? А также, что будет с муниципальными рынками и омичами, которые судятся из-за капитального ремонта. Рынки Омска наполовину пустые. Предприниматели не идут туда торговать. Так считают депутаты городского совета. Сегодня на специально созданной рабочей группе они рассуждали о пользе, которую приносят базары. Так о мячам, как мячам, так и городскому бюджету. Отчитаться пригласили директора МУПа муниципальные рынки Игоря Метелева. Я считаю, что процент занятых мест, 74% это процент ориентабельного предприятия. В том же время и отчисления муниципальных рынков нам кажется недостаточным. Если рынки, находящиеся в частных руках, приносят неплохую прибыль, то у нас почему-то она меньше. Мы тоже пытаемся сейчас разобраться. 25% мест на рынках пустуют. Но уплату налогов предприятия отдают 85% от всей прибыли. На содержание и развитие денег остается мало. Депутаты сегодня заговорили о том, чтобы превратить МУП в муниципальные рынки в акционерное общество. Тогда можно будет привлечь инвесторов или вообще сдавать торговые площади в аренду. Какое-либо решение народные избранники будут принимать после того, как наведаются на базары. Кто и как там работает, они лично хотят проверить. Поэтому договорились проинспектировать торговые ряды Левобережного и Центрального рынков в конце следующей недели. Сегодня богатым пенсионерам Омской области урезали областную ежемесячную выплату. Богатыми посчитали тех, кто получает 15 226 рублей 75 копеек и больше. Со следующего года им перестанут платить надбавку в 512 рублей. Депутаты Законодательного собрания поддержали такое решение правительства области. Из-за скудных доходов бюджет просит раскошелиться и предпринимателей. Налог на имущество организации вызвал отдельную дискуссию. С подробностями Евгений Непанов. Владимир Варнавский стал автором популярной фразы дня «Бюджет хуже некуда». Однако слова с делом разошлись. Спикер в числе остальных единороссов проголосовал за представленный документ. Коммунисты же заявили, что область остается без развития. Депутат Андрей Алехин отказался поддержать такой вариант бюджета. Почему свой проект не представили? Ну свой проект менять. То есть на сегодня Максим Леонидович Михаленко, который представлял позицию фракции, он сказал, что в принципе надо систему менять. Потому что без возвращения. Мы на сегодня собираем на территории области 120 миллиардов рублей. Этих нам денег бы вполне хватило на все наши бюджетные острые, на закрытие тех проблем, которые у нас на сегодня есть. Но из-за того бюджетного законодательства, которое на сегодня есть, нас просто Омская область просто грабит все. В числе обиженных теперь останутся тысячи пенсионеров. Ежемесячную прибавку в 512 рублей сейчас получают многие ветераны Омской области. Однако с 1 января 2017 года ее оставят только тем, чья пенсия меньше 15 226 рублей и 75 копеек. Эта цифра появилась из правительственного документа. Он определил норматив 1,75 прожиточного минимума. Лидер омских единороссов Александр Артемов называет такой принцип адресным. Поддержку окажут тем, кто нуждается больше. Размер выплаты всем остальным ветеранам увеличат сразу на 38 рублей. Принцип адресности вводится при получении средств доплат тех, кто имеет ветеран Омской области. Мы повышаем с 512 до 550 выплаты эти ежемесячные. Но вместе с этим мы делаем ограничения. Они предназначены для тех, кто получает менее 1,75 прожиточного минимума пенсионера. То есть это уже адресность. Это порядка 15 тысяч рублей. Те, кто получают больше, то есть они не будут получать. Те, кто получают меньше, они будут получать вот эту доплату чуть выше, чем она была. Оппоненты из КПРФ уже подсчитали, сколько пенсионеров лишатся выплаты. Идет сокращение тех получателей, ветеранов Омской области, которые предполагают в следующем году 550 рублей. Сокращение порядка 17 тысяч, да, количество получателей этого ЕДВ сократится. То есть оптимизация бюджета началась. Поэтому соглашаться с этими параметрами нельзя. Однако большинство депутатов сокращения выплат поддержали. Они же пошли навстречу министру экономики. Оксана Фадина предложила обложить налогом на имущество торговые центры и административные здания, исходя из кадастровой стоимости. Почетный строитель Валерий Кокорин подсчитал, что, к примеру, торговому центру Омске придется дополнительно перечислить в бюджет 3 миллиона рублей в 2018 году. Но и это еще не все. Спустя несколько лет эта величина вырастет в несколько раз. Депутат назвал законодателей голодными. Мы не можем остановиться. Когда человек не наелся, он не может остановиться. И он сразу эти нормативы по максимуму применяет. Нельзя этого делать, поскольку ситуация кризисная. И надо как-то это аккуратно все осуществить. Я думаю, что цель наша, чтобы в следующем году не повысить вот эту налоговую нагрузку на наши предприятия. Валерий Кокорин предложил снизить коэффициенты в 10 раз. Его инициативу теперь рассмотрят в профильном комитете. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Идем далее. О мечам, пострадавшим от потопа, до сих пор не возместили ущерб. Речь о двух семьях, жильцах пятиэтажки по проспекту Маркса, 48А. Антенна 7 рассказывала о них. Летом крышу в их доме начали обновлять по программе капитального ремонта. Строители сняли кровлю и квартиры на пятых этажах два месяца топило каждый раз, как шел дождь. Люди черпали воду ведрами, пострадали потолки, мебель и вещи. Мы уже привыкли после первого раза, после второго. Потом мы уже понимали, что мы стелили здесь. Это еще нормально, как мы сейчас живем. Потому что мы жили просто, просто бегали под зонтиком здесь. Мы были полностью мокры в этой каше, которая капала с потолка. Здесь было абсолютно все застелено. Газеты, пленка, ведра стояли. Вообще негде было даже присесть. Как нам пояснили в фонде капитального ремонта, по закону возместить ущерб пострадавшим должен подрядчик. Притом в течение двух месяцев после того, как закончит ремонт крыши. Уже прошло три месяца, но с жильцами затопленных квартир, по их словам, никто не связывался. На компанию подрядчика они подали в суд. Ущерб, который был посчитан экспертами, оценщиками, в сумме в среднем 26 тысяч на квартиру. Подрядчик для того, чтобы возместить ущерб, либо пойти навстречу моим доверителям, не произвел. Сегодня прошло очередное судебное заседание. Представитель компании-подрядчика комментировать ситуацию отказался. Но в личной беседе пообещал, что урегулирует вопрос до решения суда и сделает ремонт в затопленных квартирах в ближайшие недели. Мы будем следить за развитием этой истории. На Омском нефтезаводе продолжается второй этап масштабной модернизации, которая призвана укрепить позиции предприятия как технологического лидера отрасли. Весной начнется монтаж оборудования новых современных комплексов переработки нефти. Накануне площадку временного хранения производственных колонн с инспекционной поездкой посетил губернатор Омской области Виктор Назаров. Оборудование для модернизации нефтезавода изготовлено крупнейшими российскими машиностроительными предприятиями. Его доставили в Омск поэтапно на речных и морских судах. Крупногабаритный груз общим весом 6 тысяч тонн преодолел в общей сложности 9 тысяч километров. Оборудование произведено на отечественных заводах. Наши поставщики проявились надежно, качественно и можно сказать, что это достойная замена импортных аналогов для данных технологий. Пока на территории нефтезавода готовят место для установки, оборудование хранится на временной площадке. Монтаж начнется весной. Рабочим предстоит построить установки первичной глубокой переработки нефти. Завершится второй этап модернизации в 2020 году. Второй этап нам позволит достичь глубины переработки порядка 97%. Выпуск светлых нефтепродуктов 67% на сегодняшний день до 80% после модернизации. Нефтезавод – крупнейший налогоплательщик региона, поэтому за графиком выполнения работ лично следит губернатор Виктор Назаров. Мы понимаем, насколько нам важны перспективы его развития. Это, прежде всего, глубина переработки нефти. Второе – это экологическая безопасность. То оборудование, которое будет установлено, она эти два параметра, безусловно, повысит в разы. Первый этап модернизации позволил Омскому нефтезаводу полностью перейти на выпуск топлива класса Евро-5. Новая глобальная реконструкция призвана не только увеличить глубину переработки нефти, но и почти на 30% снизить воздействие на экологию. Светлана Урванцева, Артем Колесников, Антенна-7. К другим темам. В Омском Тюзе – пополнение. В труппу пришли работать молодые актеры. Новички играют на сцене и активно продвигают свои идеи и творческие планы. Используют самые современные методы. Например, уже завели свой видеоблог. Его посмотрели наши корреспонденты Анна Рыбина и Андрей Кузьмин. Зритель, привет. А ты что тут делаешь? Посмотреть, что ли? Хочешь, что у нас тут творится? Что, пойдем смотреть? Короче, смотри, зритель. Это вот у нас репзал. Мы сейчас посмотрим, что там творится. Это фрагмент видеоблога. Его ведет артистка Тюза Ксения Степанова. Девушка устроилась работать в театр летом, а вскоре предложила свой проект, который поддержало руководство. Закулисные вылазки с камерой Ксения делает примерно раз в неделю. В кадре ее видеоблога – жизнь театра вне сцены. Репетиции, гримерки, суета, короткие беседы с актерами и зрителями. Набралось четыре выпуска. Последний, к примеру, посмотрели 150 человек. Не так много, но молодые дарования не сдаются, ищут и другие пути. А что, если у персонажей спектаклей появится свой инстаграм? Просто такая забавная идейка. Я предложил это нашему пиар-менеджеру. И думаю, а вот если это сделать, если это устроить, это очень как бы незатратная вещь, очень интересная. Например, инстаграм от Элла. Мавр делает селфи со зрителями, выкладывает фото в бэкстейдж. От интернета в 21 веке никуда не деться. И тюз старается идти в ногу со временем. Правда, перед спектаклем зрители по-прежнему просят выключить мобильники. Бывает такая ситуация, что ты пришла с ребенком или пришел с ребенком, и во время того, как какие-то зайчики или лисички что-то там делают на сцене, я сижу в своем телефоне. Нет, как раз задачей было увлечь и взрослого человека в это. Я думаю, что что-то нам удалось. Чтобы театральное действие увлекало, тюз отходит от шаблонов. Так шекспировский «Гамлет», премьера которого в пятницу, станет хипстером, а Офелия – избалованная девушка на грани нервного срыва. За успех спектакля не переживает заместитель худрука Екатерина Золотарь. Во многом потому, что верит в талант ребят, которых взяла на работу. Ребята, которые здесь представлены, далеко не все ребята без опыта. У многих уже есть достаточно солидный и серьезный опыт. Во-вторых, они прекрасно владеют профессией, у них есть образование, у них есть определенный послужной список, если можно так выразиться. В этом нет никакого риска. И театр – это живой организм, он должен всегда развиваться. А развитие – это новые лица. Чтобы принять на сцену молодежь, пришлось расширить штат. На сей раз обошлось без увольнений. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Впервые в Омске показали современное храмовое искусство. Икона 21 века представил музей имени Врубеля. Творчество современников – это не только привычная живопись маслом. Святые образа предстают в лицевом шитье, ювелирном искусстве, мозаике, стенописи, резьбе по кости и бересте. О том, какой технике отдали предпочтение омские иконописцы, расскажет Ксения Тойчкина. Если в храмах и соборах иконы фотографировать не принято, то на выставке это не запрещено. Посетители свободно подходят к святыням и направляют на них свои гаджеты. Иконы сегодня – экспонаты, которые вызывают у зрителей больше удивления, чем желание им поклониться. Если говорить о себе, то пока у меня такого чувства религиозности, то есть то, что во мне было, то во мне пока и присутствует. Но во мне появилось чувство удивления, открытия, если хотите, даже откровения искусством наших омских мастеров. А вот иконописец Вячеслав Васильев убежден – в этом искусстве живопись и религия неразделимы. Любая икона, написанная им или другим мастером – это молчаливая проповедь Евангелия. То есть художник, будем говорить, иконописец, он отдал и забыл, потому что руками иконописца двигает ангел. То есть это все от Бога. Даже права не имеет иконописец подписывать свою работу. Это традиция тоже. Поэтому икону нельзя считать просто картиной. В этом искусстве художник отчасти не свободен. Он не может изобразить святого так, как ему захочется. Существуют каноны – положение рук, наклон головы, выражение глаз и даже одежда. Каждая деталь имеет свое значение. Свободы в выборе техники и иконописи куда больше. Святые образы предстают в лицевом шитье, ювелирном искусстве, мозаике, стенописи, резьбе по кости и бересте. Кстати, резная икона получила наибольшее развитие именно в Омске. На выставке можно не только увидеть работы омских иконописцев, но и дотронуться к некоторым. Например, вот эта точная копия из латуни святого Михаила. С его образом на знамени Ермак завоевывал Сибирь. Копия из латуни сделана для незрячих людей. Прочитать икону они смогут через прикосновение. Архангел Михаил – один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах церкви. В Писании именуется князем, вождем воинства Господня. Его изображают как главного борца против дьявола и беззакония среди людей. Отсюда его церковное имя – архистротик, то есть старший воин, вождь. Эта икона – оригинал из частной коллекции. Таких на выставке большинство, но есть и копии. Среди них образ «Материнское услышание». Здесь мы, во-первых, представили ее в виде постера. То есть она сейчас находится в саргатке, эта икона. Она готовится к прославлению. На ней совершается молебна, и она должна быть в храме. Мы ее не стали беспокоить святыню. В экспозицию вошли лучшие работы омских иконописцев. Их творение – это духовное наследие новейшего этапа развития храмового искусства. Познакомиться с ним, кстати, можно не только вживую, но и через страницы книги «Омская икона. Рубежа 20-21 века». По словам ее автора и куратора выставки Егора Минина, это попытка собрать воедино огромный пласт истории иконописи омского прииртышья. Ксения Туечкина, Артем Колесников, Антенна 7. Елок хватит на всех, пообещали сегодня представители лесного хозяйства. На продажу заготовили 40 тысяч деревьев. Сосны, ели и пихты уже привозят в город для дальнейшей реализации. И пока выбор есть за новогодним деревом, отправились мои коллеги Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Вот такая сосна, чуть меньше, чем 2 метра в высоту, стоит 250 рублей. Но выбрать здесь есть из чего, деревьев много. Вот, пожалуйста, сосны за 350, максимальная стоимость здесь на базе 450 рублей. Самые ходовые новогодние деревья высотой в 2-2,5 метра. И лучше покупать загодя, делится опытом Сергей Зимит. Можно выбрать невысокое пушистое дерево дешевле, чем перед самым праздником участника. Выбирает сразу три сосны. Себе, сестре и маме. Хранить будет в гараже. Внешний вид самое главное. Сергей смотрит на расстояние между ветками. Оно должно быть одинаковым. Ну, есть такие елки, где вот одна, допустим, крона у нее, потом большое расстояние, потом другая крона. Ну, вот здесь вот как бы часто они идут, вот неплохая. Хорош, то есть это бы взяли елку? Ну, мне надо поменьше, это как бы длина высокая. Высокая. Сильно, мне поменьше, да, надо что-нибудь. Чтоб маленькая такая. А еще елку лучше выбирать в теплое время, чтобы иголки не ломались при транспортировке. Из ели, пихты и сосны Сергей выбирает последнюю. Сосна, она как бы, иголка стоит, не осыпается. Как-то я брал елку, она осыпалась у меня. А это как бы нормально. Ну, главное, чтобы она тоже не коричневая, не желтая была, а такая зелененькая. Это официальный склад лесного хозяйства. Здесь дерево можно купить как в розницу, так и оптом. Многие частники заезжают сюда, а уже перепродают в удобных для покупателей местах. Эти деревья привезли из Муромцевского района. Елку уже установили в доме журналиста. Нарядить дерево не успели, зато аромат окутал все помещение. Но любителей живого дерева и запаха с каждым годом становится все меньше. Приводит статистику главный лесничий. Отдельные граждане у нас, жители Омской области, предпочитают поставить у себя именно искусственное дерево для новогоднего праздника. Поэтому вот такая востребованность сейчас, она немножко снижена. А вот в полиции сразу предупреждают. Пытаться заработать на нелегальных елках себе дороже. Речь о незаконной вырубке, ведь санкции серьезные. В зависимости от причиненного ущерба и квалифицирующих признаков, соответственно, назначается определенный вид наказания. Там большой перечень в этой статье, начиная от штрафа, который может достигать до 3 миллионов рублей, лишением свободы до 7 лет, так и всякими определенными исправительными, обязательными и принудительными работами. Приличные штрафы ждут и тех, кто захочет сэкономить на покупки и срубить дерево рядом с домом или в сквере. Елочные базары начнут работать в Омске уже с 1 декабря. Денис Иона, Сергей Гаврилов, Антена 7. Спортсмены из 13 регионов России, а также Казахстана и Сербии состязались в 11-м всероссийском турнире по греко-римской борьбе в памяти заслуженного тренера России Юрия Крикухи. О самых ярких моментах соревнования расскажет Владимир Астомин. Новое требование – соперничество в стойке. Два тайма по три минуты. Перевод в партер только за счет действия. В каждом поединке турнира сначала битва в стойке, затем за каждый шанс на ковре. Одиночные, но красивые броски. Самые яркие в споре тяжей в категории до 130 кило. Тюменец Турал Азимов сделал великолепный захват. Завоевал серебряную медаль турнира. Виталий Щур из команды Алтайского края в решающей схватке провел два наката в партере. Выиграл главную награду соревнования в престижной категории. Турнир Кюльпу является очень хороший турнир, где можно в домашней заготовке посмотреть, на какой корне в состоянии соревнования подойти. И очень хорошо является траблином для следующих соревнований. Скрытая динамика самого бросающего борца турнира. Новосибирец Улан Амадалиев уступал в рельефе мышь своему земляку Ивану Путилину. Блестяще доказал, что внешний вид не главное в классической борьбе. Бросок прогибом, накат, балл за активность и победа в финале категории до 98 кило. Броски это всегда радостно. Было много очень бросков прогибом. Задний пояс, обратный пояс. Много было очень бросков ярких, красивых. Достижения мячей, две серебряных и три бронзовых награды. Отличились финалисты. Акануразов едва восстановился после травмы плеча. Благодаря тактическому мастерству дошел до решающего поединка в категории до 80 кило. Даурен Кашмуратов не дотерпел буквально пару минут. А мяч ввел в поединке с Арменом Баенкином из команды Алтайского края. Пропустил атаку соперника. Занял второе место в категории до 71 кило. Я получил опыт в соревновании, дух почувствовал. Конечно, не все получилось, что хотел. Мы будем над этим работать. Еще три наших борца Владимир Алимов, Арман Казарян и Шамиль Мусаев завоевали бронзовые награды. Общий итог – пять медалей, все на характере и в отсутствии лидеров. Ведущие спортсмены омской команды Адлет Тюлюбаев и Никита Кожевников сейчас проходят службу в вооруженных силах. Хороший командный результат наших борцов отметил Юрий Крикуха-младший, сын и продолжатель спортивной и тренерской династии. Сегодня нету наших лидеров. А вообще мне очень приятно, что есть замена в отсутствии наших лидеров, кто может нашу область достойно представить, попытаться завоевать чемпионский титул. Следующие состязания у сильнейших российских борцов греко-римского стиля будут уже в новом году. В январе начнутся отборочные соревнования чемпионата страны в федеральных округах. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна-7. На этом выпуск завершен. Увидимся зимой. Торг уместен. Каждую среду в ноябре большая ярмарка в галерее. Шубы, дубленки и пуховики со скидками до 70%. Встречай зиму с нами. Звезды с большим оркестром. С 8 по 16 декабря в концертном зале Дмитрий Назаров, Федор Рудин, Сергей Мазаев. В фестивале «Белая симфония» к 50-летию Омского симфонического оркестра. Включайтесь в большую игру. В стоматологии «Президент» акция. Металлокерамическая коронка всего за 3400 рублей. Подробности по телефону 321-321. Стоматология «Президент». 20 лет успешной работы. Деревообрабатывающее предприятие ООО «ПТК Вертикаль» реализует. Обрезная сосна-лиственница. 4000 рублей кубический метр. Двери по ГОСТу с установкой. Поганажные изделия под заказ. Телефон 8 923 048 28 93. Сенсация в Омске. Звезды мирового спорта в дельфинарии. Морской котик-футболист. Дельфины-синхронисты и кит-баскетболист. Подробности спортивного шоу по телефону 35 4000. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова